В самом разгаре сейчас проходит весенний призыв на военную службу. Военная служба – почетная обязанность каждого гражданина. На комиссию военкомат должны явиться молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Этой весной повестки получили 56 боевлян. С 1 апреля началась весенняя призывная кампания. В рамках весеннего призыва на службу вооруженной силы Российской Федерации будет направлено около 60 человек. Важно подчеркнуть, что служба в армии открывает широкие перспективы и профессионального развития, а также карьерного роста. Ведь наличие военного билета является первостепенным условием для приема на работу. Большая работа проводится по информированию среди молодежи для поступления в военные образовательные организации высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации. Также больше внимания уделяется подготовке молодежи в ДСАФ. Там готовят водители категории С. После получения прав призывники будут направлены в войска на должность водителя автомобиля. Растет уровень профессиональной подготовки военнослужащих, а также наблюдается большой подъем патриотического духа среди молодежи. Проходить службу призывники будут в Западном военном округе, как и прежде, один год. Будут направлены сухопутные войска, военно-морской флот, ВДВ, инженерные войска, космические, а также войска национальной гвардии. Но некоторые молодые люди будут освобождены от призыва на военную службу по состоянию здоровья, а также некоторым будет предоставлена необходимая отсрочка для получения дальнейшего образования. У нас, получается, начнутся отправки после 13 мая, но будут они отправлены уже... Мы дадим возможность молодым людям доучиться, это до 30 июня, и после 30 июня будут также направлены войска. Но в основном мальчишки все хорошие, готовы служить. Прям такое рвение в этом году. В том году не так было осенью, а в этом году прям, да, очень хорошо они стремятся к этому. Есть у нас молодые люди, получается, которые приходят на призывную комиссию для прохождения медицинской комиссии, которым предоставляется отсрочка по образованию, а есть, которые уже закончили, либо заканчивают в этом году, и мы уже их, да, отправляем в войска. То есть, как бы, больше мы никого не вызываем. Вообще у нас 243 человека должно быть, да, подлежит вызову, но по новому закону, вот в связи 146 ФЗ, статья 5.1, то есть с основаниями, которые, если, допустим, он учится на втором, либо на третьем курсе, мы их, естественно, не вызываем, потому что даем доучиться, и уже по окончанию мы будем вызывать и также направлять войска. Они полностью проходят медицинское обследование, это получается дерматолог, хирург, невролог, психиатр, стоматолог, глазной, офтальмолог, терапевт, всех полностью, но они уже приходят у нас готовы с анализами, то есть мы их заранее выдаем анализы, они приходят с анализами и сразу же выносят заключение медицинское. Есть у нас даже призывники, которые были зачислены в запас, но прямо и заявили желание пройти переосвидетельствование, и, в принципе, в этом году уже будут направлены у нас. Особо подчеркиваю, что ни в какие горячие точки призывники направляться не будут.